Наш герой о войне рассказывает мало. Говорит, воевал недолго, но повидал столько, сколько никому не пожелает. Юноша попал в артиллерийский полк стрелком. Сразу попал в Ленинград. Только блокаду сняли и нас туда бросили. В какое-то там время, я не помню память сейчас, время там погуляли, потом дали команду грузиться. Мы погрузились и нас на Дальний Восток. Дальше всю часть перекинули на сопки. С собой не было ни одной палатки. Солдатам пришлось рыть землянки. Наверху дубничок рубили и забирали, чтобы, когда попадет дождик, не спрятаться. Вот там какое-то мы время побыли. Василий Алексеевич рассказал о своих наградах, помнит и о погибших друзьях. Да, победа над Японией, победа над Германией. Те, которые со мной вместе призывались, и все погибли. У Рима Петр Дмитриевич, там многие, Минаев. Ольга Серегина неоднократная участница различных конкурсов. И, конечно, школьницу не могла не затронуть тема войны. Ведь ее дед и наш герой Василий Серегин побывал в страшных сражениях. Обращаюсь к вам от имени того поколения, за светлое будущее которого вы так самоотверженно боролись. Низкий поклон вам от нас. Сегодня Ольга благодарит за мирное небо над головой не только своих родственников, но и всех солдат, которые отстояли победу. В рядах тех, кто в борьбе отстоял свою родину, и кому мы благодарны за наше светлое безвоенное детство, был и мой дедушка. Спасибо деду за победу. Так совпало, что день рождения Василий Серегин отмечает наряду с праздником Победы. 1 мая семейство поздравило дедушку с этой датой. Я поздравляю своего дедушку с наступающим 9 мая и желаю еще прожить лет 10. Победителю конкурса, объявленного в канун 9 мая на канале ТНТ Уварова, вручили приз и пожелали так держать. Спасибо вам за то, что вы чтите своих ветеранов, потому что у вас такой вот боевой дедушка. Продолжайте в том же духе. Спасибо. Светлана Даровских, Александр Трекупов. Наш город.